так сейчас мы тоже делаем островки из мармарина из такого материала уже много показывали видео как она делается в данном случае мы видите такие мелкие мелкие есть паутинка что ли такие островки для того чтобы добиться такого эффекта нужно мармарин разбавить с водой то есть и ведро в такое ведро 10 килограмм примерно литра пол воды точно нужно лить тогда жидче получается и получается вот такой эффект почему основание здесь такое но основание готовили не мы так как здесь там пробовал мастер это что-то делать и что-то у него там не удалось поэтому сейчас наносим на такое сверху она будет краситься краской краска такая вот краска мы правда мы побольше возьмем банку сделано какого-то цвета там какой выберет заказчик вернее заказчица ну и посмотрим что из этого будет сейчас я вам покажу как это наносится значит по поводу нанесения используется гладилка из нержавеющей стали ойкас то есть она когда мы глинцуем ну то есть когда мы острова будем затирать чтоб ровные были она не оставляет черных следов вот на крышку наносим материала там шпателем наборным берем переносим ее вот сюда как-то пытаемся чтобы было больше разных висячих вот и начинаем переносить сейчас секунду начинаем переносить на стену делаем один например крупный остров мой вокруг вот такие мелкие там потом будем добавлять сюда еще крупный чтобы они между собой как бы чуть-чуть связывались но такое пожелание заказчика так сейчас продолжим значит наносим ну опять и сделаем где мы нанесли вот эти такие типа паутинку будем ее называть мы делаем там где-то крупный островок то есть потом она чуть-чуть разгладится чуть может больше станет ну и примерно в таком в таком стиле то есть где-то там большие где-то там между ними пропуски где-то можно там добавить пока на свежие вот если заказчик присутствует еще лучше то есть он там может показать где добавить ну на его взгляд то есть у каждого понятия островков разные потому что их нам настолько много видов что каждый раз они практически получаются разные пожелания ну и по прошествии где-то минут там 20 я сейчас покажу тут страшного ничего не случится чуть-чуть их нужно сглаживать вот так вот то есть чтобы они не висели чтобы так не висело слегка его тут у меня материал был мол ничего и вот так каждые там 10-15 минут нужно проходить еще и еще пока мы не достигнем гладкой то есть когда на ощупь она будет ну очень гладкой не знаю тут просто не видно освещение плохое но но как бы нет зерна изначально мармарин зернистый мелкое зерно присутствует чтобы эти зерна уплотнялись прессовались ну и когда уже будем красить я вам уже покажу это будет происходить сейчас мы приступили к покраске люди выбрали ну такой вариант принципе островов почти не видно разрешат сбоку так как они захотели красим мы краска серебром больших банок не было пришлось взять еще пару средних вот такая краска нет он добавляется краситель ваш вкус насыщенность можно регулировать мешаем все в одном ядре чтобы не было такого что каждый банк разноцвет получается берем валик валик приболел и наносим на маленьком на маленьком участке покажу как это происходит на больших стенах работаем мокрая по мокрому чтобы не было стыков там при необходимости можно вскрыть вторым слоем забывают места где более тонкие слоя более просветано у нас там вроде бы с одного слоя нормально укрыло далее есть такой нюанс чтоб краска блестела можно за ну вот чтоб она вот так блестела нужно заглаживать вот губка заглаживать после валика сразу на это удобнее делать вдвоем то есть один наносит другой сзади заглаживает просто в одном направлении например вниз заглаживает туда будет блестеть иначе оставляется остается от валика апельсиновая корка такая и краска это не не очень блестит принципе все подкрашиваем кистью где не достаем первый слой тут почему-то был покрашен красной краской почему это не понятно был масса попробовал сделать в общем всем пока